Семейная этика И в этих практических советах мы с вами разбирали, как подходить к мужу, к жене, которые пришли с проблемой, что это такое, вообще была такая заложена, ну как база для того, чтобы разговаривать и беседовать с семейной парой или с каждым супругом в отдельности. Сейчас на этом курсе или на предыдущих нескольких курсах мы будем говорить о базе консультирования, основные аспекты, основные подходы, основные типы и так далее. То есть как бы вот заложим такую вот базу, ну а в будущем... Это будет уже таким основным фундаментом, от которого мы будем в будущем, опираясь на этот фундамент, строить разные постройки. Например, консультирование там в такой ситуации или консультирование созависимых, консультирование... Кризисное. Какое-то кризисное или после испытания, произошедшего там, допустим, муж вернулся с войны. Как быть с семьей в данной ситуации. То есть специфические вопросы консультирования будут потом основаны на вот этой базе. Ну и так, сейчас вот цикл, так сказать, лекции у нас пойдет вот по теме... Под названием «Диалог в консультировании». Душа по печенью. Ну, в общем, важно понимать, что консультирование души по печенью – это два синонима совершенно однозначные. Можно пользоваться любыми словами в данном случае, но это все синонимы. Итак, все естественные науки имеют дело с вещью. В то время как гуманистические науки, гуманитарные, имеют дело с личностью, сказал Михаил Михайлович Бахтин. Мы уже приводили эту цитату в одном из прошлых курсов, но мы ее специально повторили, потому что нам, как консультантам, важно понимать, что есть как бы два мира. Очень важно знать, что существует так называемый мир вещи, с которым имеют дело естественные науки, и мир личности, которым имеют уже гуманитарные науки. Мир вещи – это мир расщепленный, то есть там можно как бы вещь поделить на составляющие, каждую составляющую по отдельности изучать, потом вместе сложить, и вещь от этого не теряется качество. Не меняет свои свойства, не меняет своих качеств. А мир личности – это целостный мир, который создает личность, потому что ее нельзя расщепить, нельзя отдельно изучать каждую черту характера, например, а потом соединить все это вместе, и получится как вот вещи производные из этих свойств. На самом деле все зависит одно от другого, и при соединении свойство может измениться, этих составляющих частей при соединении. И мы исходим из того, что все-таки психология и душепопечительство – это мир личности. Хотя, в общем-то, многие люди ведут себя так, душепопечительство и в консультировании, как будто бы личность – это вещь. Ее можно расщепить, с каждой отдельной частью поработать, а потом все это сложить, и получается личность лучше. Мы считаем, что все-таки психология – это гуманитарная наука, а не естественная. То есть, что даже как душепопечительство. Ну и очень важно помнить о том, что вообще «я» не существует без другого. То есть, свое «я» я могу проявить только лишь в отношении с другим. Как в отношении с другим складываюсь я, как личность, как сам человек. Как я к себе отношусь, и как я отношусь к окружению. Потому что, если я буду один изолирован вообще от всего, то я не смогу из себя узнать, какой я. Это отношение с другим. Во-первых, конечно же, с самим собой, кто такой другой. Это может быть я сам. То есть, как я сам к себе отношусь. Это может быть Бог. То есть, как я отношусь к Богу? Я отношусь к Нему как к вещи или как к личности? И это могут быть окружающие меня люди. Как я отношусь к ним и к самому себе. Как оно, как к вещи. или я отношусь к себе и к окружающим людям как к личности то есть практически можно сказать что есть два отношения такие либо я она либо я ты то есть мы немножко сейчас философию так открыл потому что без философии души попечительства мы не сможем с вами потом строить всю базу и вот очень важно понимать каждому человеку что я как души попечитель могу вылечить другого ровно настолько насколько я здоров сам еще раз повторим этот постулат это правило я как души попечитель могу вылечить другого ровно настолько насколько здоров сам если я где-то не здоров и буду пытаться другого лечить и другого на другому напряжу я свои проблемы четко на его спроецирую мало того не помогу ему его проблеме но еще и свою ему передал поэтому важно личность консультанта личный души печателя то есть мы это правило постулат будем повторять неоднократно в течение этих лекций то есть я думаю что в общем-то это правило запомнится и в христианстве существует два подхода вот консультирование два подхода к души попечению людей первый подход это в том случае он возникает если я себя воспринимаю как у но соответственно я и бог буду воспринимать как у но и соответственно людей которые ко мне приходят я тоже буду снимать как личность то есть не как личность а как он а то есть каким образом вот этот подход работает во первых приходит нам человек какой-то проблемы говорит вот у меня есть вот такая проблема ну скажем например его жизни присутствует грех консультант души попечитель объяснять ему что это грех что плохого в том почему он себя так ведет то есть что вот этого в его жизни недопустимо ни в коей мере и создает эмоциональный ответ на вот эту проблему который существует у человека побуждает человека но испытать такие эмоции или мы будем так эмоцию надежды или эмоцию чтобы человек ну захотел то есть ты себя плохо ведешь тебе нужно измениться и чтобы твое поведение было соответствующим то есть есть грех отклик человека на этот грех и соответственно меняется поведение человека потому что он понимает что это плохо нужно измениться человек меняет свое поведение понятно то есть наша задача как вот потом скажем приходит нам этот человек опять и говорит знаете у меня опять не получилось либо появилась какая-то другая проблема другой грех ты плохо себя ведешь тебе грех мешает опять возвращаемся в первую точку грех мешает но все к ай-яй-яй значит чувство вины пробуждаем чувство там обиды на себя на бога на всех остальных пробуждаем давай освобождаться и опять он меняет поведение но все эти мы все грешны этот человек опять согрешает он опять приходит опять плохо себя ведешь и цикл повторяется и вот такое консультирование можно назвать обличающим то есть мы обличаем человека в его грехе он меняет свое поведение это консультирование понимать она лечит следствие они причину следствие потому что грех мы понимаем это средствами на правильную жизнь следствие нарушенных отношений грех и мы начинаем с того чтобы помогать лечить причину мы имеем дело только конкретно вот с поведением и здесь у нас наблюдается попытка плоти бороться против против плоти здесь церковь или душепопечитель является таким контролирующим управляющим органом понимаете мысли проследите то есть если это цель это сказать человек обличать контролировать исправлять это контролирующий орган если душепопечитель он контролирующий это не отношение двух личностей это человек это орган который пытается контролировать человек который пришел к нему с проблемами грехом ты себя веди правильно и тогда мы сможем с тобой нормально разговаривать потому что пока у тебя есть грех нормальным отношением с тобой не может быть, по определению. То есть отношение, понимаете, отношение двух людей заменяется подотчетностью одного перед другим. Разницу чувствуете вообще отношение подотчетность? То есть отношение душепопечителя и личности заменяется того, что личность это грешное подочетение. Отчитывается перед консультантом душепопечителя в том, что он смог изменить свое поведение или не смог. То есть такие понятия, как Бог, Дух, Душа, все находится под контролем душепопечителя. Подумайте, сколько это страшно вообще, это консультировать, понимаете? Все под контролем и все заменяется таким понятием ОНО. Это приходит не человек, а ОНО, такое сплошное плохое поведение. Понимаете, да? Этот подход очень распространен. Очень много книг на эту тему мы читали, христианских авторов и христианских душепопечителей. Я думаю, что пока не имеют, теперь вы будете разграничивать. Нет, если это вам нравится, ну, просто как бы мы вот говорим, что это такое, чтобы вы, так сказать, были в курсе и уже прослеживали такие вещи в себе. И существует другой совершенно подход к душепопечительству, к консультированию в любой религиозной, церковной организации или не церковной. Но имеющий истину называется подход я-ты, то есть подход взаимоотношений. Или подход личностный, подход двух личностей. То есть существует Господь и существует определенный замысел для человека. И задача вас как душепопечителя, как консультанта, то, чтобы показать человеку, каков этот замысел для этого человека. Во-первых, самому понять, а во-вторых, показать человеку, каков он замысел Бога для человека и подключить человека к этому замыслу. То есть, еще раз, библейское консультирование, как мы считаем, вот это библейское консультирование, оно ориентировано на то, что задумал Господь в жизни человека. Не его поведение на данный момент, понимаете? А на тот потрясающий замысел, который задуман относительно каждого человека. Даже если в наших глазах это он вообще падший грешник. Все. Причем, не исключая страданий в жизни этого человека. Ну, вы помните, да? Ибо иго – мое благо, и бремя мое легко. Да, то есть, в принципе, страдания человеку тоже ведь даются для чего-то, чтобы он научился, чтобы он прошел, прожил и приобрел определенный важный очень свой опыт жизни. Тем более, что Бог не раз говорит, ну, в частности, в мире книги Иова, через страдания я научаю тебя. Понимаете? То есть, как бы, если человек приходит в страдания, это не значит, что наша задача – освободить его от страдания. Нет. Выяснить Божий план, Божий замысел. Может быть, как раз сейчас человеку нужно через это пройти, для того, чтобы, ну, действительно, что-то понять в своей жизни. Понимаете? То есть, да будет воля твоя подключить человека, подсоединить его к этому замыслу, самому понять и помочь понять человеку, который пришел на консультацию. То есть, мы как бы помогаем ему чем в данной ситуации? Мы присутствуем с ним в этих страданиях. Мы сопровождаем его с любовью в решении этой проблемы. Ну, и, конечно, мы присутствуем своим духом. Раскрываем дух и наш, и Господа. Ну, и библейское консультирование, конечно, больше озабочено не тем, чтобы контролировать плоть, как первое, а тем, чтобы высвободить дух. Вот, чтобы человек действительно понял, вот, то, вообще, ради чего он в этом мире живет. Как бы, понимаете, так вот возвышенно изучало, это все очень реально. То есть, я сейчас повторяю, мы сейчас просто с вами философский, так сказать, фундамент закладываем, такой основополагающий, да, чтобы потом дальше строить все. Итак, вот с этим пока все понятно. Потому что это вот вещи, как бы, такие основополагающие. То есть, мы с вами будем избирать вот эту модель консультирования. Мы будем ее сравнивать с другими. То есть, ну, так сказать, чтобы ее осознать, нужно в сравнении понять. Ну, и все, вот этот наш весь курс посвящен тому, чтобы изучить вот эту вторую модель. В чем же он проявляется в библейской консультировании человека? Итак, идем дальше. Нам очень нравится детация, сказанная Бубером. Он сказал такую вещь. Мы живем непостижимым образом, включенный в поток вселенской взаимности. Вот здесь очень важно понимать слово взаимность. То есть, взаимность, не взаимность вещей, а именно вот Бубер имеет здесь вселенское взаимность. То есть, взаимодействие личностей, понимаете, разных личностей. Просто однажды такая картина была, как врач идет вместе с студентами, делает обход в больнице, подходит к первой кровати и говорит, вот тут лежит перелом ноги. Вот здесь лежит цирроз печени. Вот тут лежит сотрясение мозга. Вот тут лежит язва желудка. Практически врач относится к больным как к личности или как к вещи? То есть, больные для него равно болезни. Этот врач живет в мире ОНО. И вот в этой группе идет один студент, который подходит после этого, говорит, а вас как зовут? Извините, а вас как зовут? Этот студент живет в мире под названием ТЫ. Или мир личностный, понимаете? Вот два мира. И по большому счету мы с вами, в общем-то, должны для себя выбрать. Ну, в мире вещей может быть проще. Ну, зачем, например, запоминать имена? Вот у врача, может быть, сотни больных, можно оправдать этому врача. Сотни больных, чтобы им все имена запоминать. Ну, опять, врач выбрал для себя мир вещей. Ну, это его выбор, мы ничего сделать не можем. Наша задача – лечиться у врача или не лечиться. За нами тоже выбор, да? И важно понимать, что вселенская взаимность строится на основании диалога. Но что такое диалог? Ведь диалог – это не просто какой-то обмен информацией. Хотя очень часто люди считают, что если два человека обменивают информацией, это тоже диалог. На самом деле это нет. Например, компьютер. В него заложена информация какая-то. Через сеть компьютер общается с другим компьютером. Но это можно назвать диалогом? Вряд ли. Общение компьютеров друг с другом – это не диалог. Это просто обмен информацией. Ну, именно в том понимании, в котором мы сейчас говорим. Именно в понимании душевых мечтей. Вот мы здесь были на научной конференции в университете. И там лекторы читают доклады свои с кафедры в аудиторию. Тоже идет обмен информацией, но это тоже не диалог. Диалог начался тогда, когда после того, как человек прочел доклад, ему задают вопрос. Вот это пошел диалог. Но если идет только выточа информации, два монолога, там пять или шесть монологов, не делают диалогичных. Более того, молчание может быть диалогом. Вы никогда не задумывались об этом? Например, когда молчат влюбленные. Их диалог там проходит между ними. Хотя ни одного слова не произносится. Понимаете? Итак, что же такое диалог? Во-первых, это обращение к ты, а не к оно. Обращение к личности. Мы еще будем разбирать, что это значит обращаться к личности. Как это проявляется, в чем это проявляется и как это вообще выглядит. Во-вторых, восприятие уникальности личности. То есть нельзя говорить, что все алкоголики одинаковые, все наркоманцы с одними проблемами. Все женщины такие. Все мужчины так мыслят и никак иначе. То есть когда к нам пришел человек, это конкретно этот человек, конкретной проблемой. И даже если перед ним была точно такая же проблема, пришел человек с точно такой же проблемой, это все равно будет другая проблема. Потому что у него другая жизнь, другая семья, другой жизненный опыт, который может ему помочь решить эту проблему. А третий, так сказать, показатель диалога. Когда очень важен ответ от другого человека, ответ от ты? То есть диалог подразумевает ответ. Не только когда мы его пытаемся монологом вывести к чему-то, а мы спрашиваем, он отвечает. Мы ему задаем вопрос, он реагирует на этот вопрос. И реагирует на наши замечательные советы. Причем вполне возможно, что реагируется он уже не так, как нам хочется. Мы ждем это одно, он реагирует совершенно иначе. Кстати, вы знаете, Ухтонский в свое время вывел закон заслуженного собеседника. Я не знаю, вы слышали об этом законе или нет, совершил потрясающий закон. Рядом с нами те люди, которых мы заслужили. Вот это называется закон заслуженного собеседника. Понимаете, вот если мы общаемся с людьми как с личностями, рядом с нами будут личности, имеющие свое мнение, это будут сильные люди. Если мы относимся к ним как к вещам, ну, соответственно, такие люди рядом с нами будут. Причем зачастую, вот в душепопечении и консультировании, ответ собеседника даже более важен, чем наш вопрос к нему. И даже чем более важен, чем наше собственное мнение. Понимаете, то есть вот это уже идет, конкретные диалогичные отношения. Следующее, что является признаком диалога, это равенство в диалоге. То есть мы равны, мы также ценим этого человека, как и самого себя. Но и второй важный аспект, это свобода. Свобода сказать человеку «да» или свобода сказать «нет». Я этого делать не буду, это не для меня, этого я не принимаю в своей жизни вообще никак. Даже если нам кажется, что это правильно, но человек свободен, нам сказать «нет». Ну и последнее, что является признаком диалога, это стремление к развитию отношений. То есть очень важно понимать, что каждый наш вопрос, каждый наш ответ порождает новый вопрос. То есть мы наши отношения развиваем. Если это в мире вещей, то предполагается так. Мы задаем вопрос, он нам дает ответ. Ответ неправильный. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Мы задаем наводящий вопрос, он дает ответ. Ответ неправильный. Мы задаем наводящий вопрос и, наконец-то, он дает правильный ответ. Мы благополучно расстаемся, вопрос решен. Вот это отношение не диалогичное, это отношение к вещи. А вот в диалоге предполагается, что каждый новый ответ – новый вопрос. Побуждает новый вопрос, новый вопрос. И отношения развиваются. То есть не мы выводим человека на правильный ответ. И даже правильный ответ не является, будем так говорить, критерием или результатом. Нет, отношения важные здесь, понимаете? То есть вот еще один такой вот аспект, ну немножко, чтобы открылось, понятие диалога, о чем мы будем говорить все эти дни. Ну, для того, чтобы проиллюстрировать, что же такое диалог, давайте рассмотрим взаимоотношения Бога и человека. Что для Бога важно? Как он к нам относится? Вот скажите, для Бога важно послушание? Важно. Он от нас этого требует? Он хочет, чтобы мы были послушными. Вся Библия, в общем-то, на эту тему нам говорит, да? Для него важно наше служение. Мы должны быть служителем на Неве Божьей. Должны? Да. Восхваление Господа должно происходить в нашей жизни? Да, конечно. Для него это тоже важно. Жертва должна быть? Должна. Радость. Павел пишет, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Жертва будет жертвой своим временем, да, вот в этом смысле. Ну, давайте подумаем, что для Господа гораздо важнее. Вот это все? Правила ритуала. Или все-таки наше сердце для него важнее? Понимаете, главное мы. Вот мы с вами. И вот это парадокс. Вот если наше сердце с Господом, в нашей жизни по какой-то причине вдруг нет первого вот этого. Потому что часто бывает такое, что, например, подросток, бунтующий, не слушается. У него нет никакого там служения по дому, допустим, тарелки не моет и в церкви служения не несет. В церкви не болит и вообще ничего не делает. Он дует против родителей. Но по ночам тихо, чтобы мам с папой не видели, чтобы не тыкали ему, не тыкали. Он по ночам, когда все спят, читает Библию. Просто, знаете, это реальная ситуация. И сердце ему принадлежит Богу. А когда мы говорим, почему вы скрываете это от родителей, я не хочу, чтобы они думали, что они меня воспитали. Бунт своеобразный. Понимаете? И вот понимаете, и Бог вот эти отношения. И с другой стороны, возьмем родителей этого подростка, которые в церковь входят и служат, и пропадают на служении в церкви везде. Но если сердце их не с Богом, а для них важны только первые пункты, ну как бы это вот примерно то же самое. Читайте вот молитвы, помните, фарисея и грешника в церкви. Это вот примерно вот об этом мы сейчас говорим. Мы не будем говорить, что кто более ценен для Бога, и мы не можем оценить, что происходит в сердце, потому что это знает только Господь. Поэтому написано, не судите. Но мы с вами можем отвечать... Мы не знаем, что будет происходить и как это происходит в сердце каждого человека. Но мы можем отвечать за себя. Поэтому повторяем вот этот постулат, что другому мы можем помочь ровно настолько, насколько здоровы сами. Для Господа вот этого все очень важно. Послушание, служение, восхваление, жертва, радость. Все для него важно. Но гораздо важнее, какие мы строим взаимоотношения. То есть мы для Господа вообще кто? Вещь или личность? Подумайте. Личность. Но вы сами почему-то себя помещаем в мир вещей, понимаете? Вот мы сейчас о чем говорим. И если мы находимся в мире вещей... Вообще, если взять с самого начала, то ведь Господь существует в отношениях. Смотрите. Троица – это уже отношения. Троица – это отношения. Это уже вот взаимоотношения в личности в этой. Творение – это отношения. Смотрите. И сказал Господь, и произвела земля. Господь сказал, земля отозвалась. Отношения. Откликнулась. Дала ответ. Человек творится... В отношениях. В отношениях. То есть, сотворим мы человека. И он сотворен в отношениях и для отношений. Кстати, до сих пор. Как творится человек? В отношениях. В отношениях мужчину и женщину он творится. Понимаете? То есть, как бы вся жизнь и творится в отношениях, и создается для отношений. А не для того, чтобы быть вещью в этом мире. Понимаете? И еще одна цитата. Холл сказал такую цитату. Любовь усложняет жизнь Бога. Точно так же, как она усложняет жизнь любого человека. Потому что силе можно покорить, в принципе, все. Сила покоряет все, кроме любви. А любовь, это самое важное. Она не может покорить. Она не может покорить. Понимаете? И вот то, что Бог нас любит, Он не может. Он может, в принципе, все. И Господь может заставить что-то сделать одно или другое. Силой покорить себе. Но для Него это не важно. Он нас любит. И поэтому нас не покоряет силой. И Он хочет ответной любви. Он хочет ответ от нас. Ответной любви. Поэтому Он строит с нами отношения, как Я, Ты. Я и личность человека. Точно так же и мы должны строить взаимоотношения. Я и личность. Я сам личность и человек личность. Мы даем какой-то вопрос, нам дает ответ. И сказал, и откликнулось. И так дальше идем, значит, по отношениям Бога и человека. Давайте теперь конкретно. Что об этих отношениях говорит Писание? Ну, во-первых, в таком противостоянии. Нет, не противостоянии. В таком взаимодействии. В взаимодействии. В взаимодействии. Однажды мы слышали такую проповедь в одной из церквей. Когда вышел пастор и говорит, с чего все началось? С того, что спели песню «Что за друга мы имеем?» Знаете эту песню? И тут он выходит и говорит, замечательная песня. Но давайте задумаемся с таким вопросом. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто считает, что Иисус Христос для Него друг. И большинство подняли руки. Практически все подняли, но не подняли, может, те, кто почувствовал подвох в этом вопросе. И задумались. Что-то здесь не так. Раз спрашивать, что-то здесь не так. И он говорит, я вас сейчас буду обличать. Потому что, как это так? Что за понебраски отношения с самим Творцом? Вы что вообще? Это Господь. И стал читать проповедь по книге Иеремии, где сказано, что Господь это гончар, а мы глина в его руках. Как глина может назвать гончара вообще другом? Вы что вообще? Если это производная от гончара. Понимаете? Это разные уровни совершенно. Гончар и глина. И в конце была проповедь покаяния за то, что... А в какие мы были перебраски отношений с тобой? Но мы сидели и, честно говоря, нам было жаль этого человека. Потому что это конкретный человек, который продолжает жить в Иеремии. И Священное Писание не ограничивается вот этими взаимоотношениями Бога и человека. Да, мы творение гончара. Да, мы творение. Но и кроме того, еще мы и имеем другие взаимоотношения с Богом. Например, в Евангелии от Иоанна написано, что мы овцы, он пастух, он пастырь наш. Он заботится о нас, и он ведет нас туда, куда мы должны прийти. Согласитесь, это уже не отношения, да? Хотя и мы. Гончара и глина не отменяют. Мы творение в его руках. Но он нас... Плюс к этому? Плюс к этому добавляет еще отношения. Я о вас забочусь. Вы слушайтесь, повинуйтесь мне, и будет благ вам. И эти не ограничиваются отношения, понимаете? Кроме того, что гончар и глина, пастух, овцы, следующее отношение мы читаем. Владыка и служитель. Хозяин и раб, то есть работающий на его небе, согласитесь, это уже не отношения. Я о вас забудусь, но вы откликайтесь на мою заботу. Служите, помогайте мне в моей работе. Вы тоже можете вести за собой людей, вот, пастуху. И этим не ограничивается отношение Бога и человека. Дальше мы читаем, например, в Матвеев 6 главе, в молитве Господней, что мы читаем? Кто мы? Дети. А он нам кто? Согласитесь, совершенно другой уровень отношений. Ведь дети – это наследники, правда? Да. Представляете, как… Это не рабы, которые ничего не получают. Это не глина, которую если разбили, можно выбросить. Это наследники. То есть мало того, что мы глина его творения, что мы овцы, объект его заботы, и он ведет нас к счастью. Мало того, что его сработники, мы еще и дети, наследники, и этим не ограничивается Писание. Господь нас призывает к каким отношениям с Ним? Например, Иоанна 15,15. Там говорится, я назвал вас своими друзьями. То есть призыв к тому, чтобы мы были друзьями. Вы представляете, какой огромный спектр отношений. И это не отношения вещей. Это отношения личности и личности. Понимаете? И Господь хочет, чтобы мы вернулись в отчий дом, откуда мы вышли. Ну, еще в самом-самом начале. Ведь каждый человек хочет вернуться в отчий дом, даже, может быть, не осознавая этого. А тем более, в отчий дом стоит ругаясь из большой буквы, да? Честер там сказал, каждый мужчина, который стучится в дверь борделя, ищет там Бога. Так как душа томится по любви, по искренним отношениям. Но он просто ищет любовь, не там. То есть, представляете, даже когда человек стучится в двери борделя, он ищет отношения. Но получается, вот, не то. Поэтому важно помнить о том, что Бог, главное, печется о сердце человека. Это для него важно, что там происходит. А не ритуалы, которые мы... Справляем. Справляем, которые имеем. Итак, мы приходим к Богу. Возношения я-ты. Личность и личность. Строим диалог. И если мы уходим от этих отношений с Богом, то мы приходим к отношениям я-оно. То есть, мы Бога уже воспринимаем как вещи. То есть, третье, вот тут не дано. В других взаимоотношениях. Либо мы личность-личность, либо мы относим друг к другу как вещи. Нет, ну Бог к нам как я, а мы к ним. Да? Как к вещи, как к оно. И таким образом... И если мы приходим к отношениям личность-вещь, то тут, конечно, для нас будут важны и ритуалы, и правила поведения. Цитаты из Библии, которые мы должны как можно больше знать наизусть и цитировать во всех ситуациях жизни. Только это важно. Все остальное не столь важно. Но что происходит в этой ситуации? Мы убиваем в сердце Бога. Потому что для нас важен не Бог, а правила поведения. Вы поймите, мы не против того, чтобы учить наизусть места Писания. Мы не против того, чтобы... Соблюдать какие-то традиции и ритуалы. И служить Богу, и восхвалять. Поймите, мы не об этом говорим. Но мы говорим о том, что если в этом нет нашего сердца, если это только как вот именно справлять правильное поведение, мы Бога в сердце убили. Ну и теперь давайте посмотрим, как же мы относимся вообще к самому себе в первую очередь. Кем мы видим себя в этой жизни, да? Оно или я. Потому что это очень важно. Мы оценим себя по поведению или по состоянию сердца. То есть кто мы? Ну, в собственные глаза давайте в первую очередь. Вещь или личность? Потому что если мы себя воспринимаем в зависимости от я или он, тогда мы и другие будем так же относиться. Либо это будет личность, либо это будет какая-то вещь. Мы убеждаем себя, что жизнь станет лучше, когда мы женимся или выйдем замуж, заведем ребенка, потом другого, а затем мы расстраиваемся, что наши дети еще маленькие и ждем, что все станет лучше, когда они повзрослеют. Потом мы переживаем, что они стали подростками и нам надо как-то справляться с ними. Несомненно, мы станем счастливее, когда они вырастут из своих 12 лет. Мы говорим себе, что наша жизнь станет лучше, когда супруг или супруга сведет свои дела, когда будет более красивая машина, когда возьмем отпуск, когда окончательно выйдем на пенсию. Но истина в том-то как раз и заключается, что нет более лучшего времени для того, чтобы быть счастливым, чем сейчас. Если не сейчас, то когда быть счастливым? Твоя жизнь всегда будет полна вызовов. Лучше принять все как есть и решить быть счастливым уже сейчас, несмотря ни на что. Очень долгое время казалось, что жизнь вот-вот начнется, настоящая жизнь. Но всегда возникало какое-то препятствие на пути, суровое испытание, которое нужно пройти, работа, которое нужно сделать, время, которое нужно посвятить, счет, который нужно оплатить. И вот после этого мы заживем. Но важно помнить, что все эти препятствия и были самой жизнью. И это понимание помогает увидеть, что нет никакого пути к счастью. Счастье – это и есть путь. Поэтому наслаждайтесь каждым моментом. Ну, хватит ждать окончания школы, начала учебы в ВУЗе, ждать, когда заработаешь первые тысячи рублей, когда встанешь на ноги, до женитьбы, до замужества, до вечера пятницы или до понедельника, ждать новую машину, весну, лето, осень, зиму, до первого или пятнадцатого числа, или когда твою любимую песню прокрутят по радио, прежде чем ты решишь быть счастливым. То есть счастье – это путь, а не пункт назначения. И нет другого времени для того, чтобы быть счастливым, кроме как сейчас. Живи и наслаждайся этим моментом. И теперь давайте сделаем небольшое исследование в нашей группе. Для того, чтобы немного осознать, что же такое счастье. Назовите пять богатейших людей на планете. Можно? Вот сейчас, быстро, на вскидку. Билл Гейтс. Билл Гейтс, раз. Кто? Джинамуэль. Это самый богатый человек на Земле? Сомневаюсь. В России. Ротшильд. Ротшильд, да. Куда вы знаете? Знакомый. Принц Бутана. Принц Бутана. Султан, правда, не принц. Березовский. Березовский причем. Ну ладно. Три, Березовский, четыре. Абрамович. Хорошо, пять назвали, молодцы. Ладно, идем дальше. Следующий вопрос. Назовите пять победителей мисс мира. Последних причем. Причем последних победителей. Восемь зая? Нет. Так, Оксана... Как ее? Ну, из Питера, да? Что-то такое было. Федорова, да. Кстати, бывшая сотрудница милиции. А сейчас спокойно очень лучший. Теперь да. Еще. Больше, наверное, нет. Все, не знаю больше. Так, ладно. Следующий. Назовите пять последних лауреатов мобильской премии. Можете? Вот те, которые в генном человека расшифровали, ребята. Ну, ну, как? Ну, фамилия, нам фамилия надо имена. Ну, двое их американцев. Два американцев. Двое американцев, и один был европейец. Так, трех вспомнили. Втроем занимались. Ну, то есть, имена мы не можем назвать, да? Где-то были такие умные ребята. Что-то с генетикой, по-моему, тоже связано. Да, где-то что-то как. Хорошо, назовите пять последних лауреатов премии Оскар за лучшую роль. Брюс Пит. Мы даже, во-первых, Брэд. Михалков был? Нет, Михалков никогда не получал Оскар. Это не ваша лекарство. По здоровью. Итак. Не совсем получается, правда? Трудновато, да, выполнить? Ну, не волнуйтесь, этого никто не знает. Понимаете, аплодисменты стихами. Мы больше финансами интересуемся. Аплодисменты стихают. Призы покрываются пылью. Победители забывают. Любых победителей. Что они с мира, что лареат в Нобелевской премии. Их имена забываются. А теперь давайте ответим за такие вопросы. Назовите три учителя, которые в вашей жизни сыграли очень важную роль. Далее. То образование, которое вам было нужно. Можно назвать три имени учителя? То есть, каждый человек... То есть, трех вы не знаете учителей? Или знаете? Я не знаю, что вы знали. Берем вклад в образование. Берем вклад в школу, а потом ПДУ, а потом армию. А назовите трех друзей, которые помогли бы тебе в трудный час. Это мы можем. Да. А назовите несколько человек, которые вызывают у вас особые какие-то чувства. Хорошие чувства. Да. Которым вам приятно общаться, с которыми рядом приятно быть. Можете назвать несколько человек? Да, конечно. А может назвать пять человек, с которыми нравится проводить просто время? Да. Вот понимаете? Вот это уже проще сделать, да? Легче, не так ли? То есть, люди, которые что-то значат в жизни, как правило, не состоят в рейтинге знаменитостей, богатейших людей. Они не получают какие-то супер-призы в этой жизни. Это просто те люди, которые заботятся о каждом из нас, да? Дорожат отношениями с тобой. Это те, которые, несмотря ни на что, все равно остаются рядом с вами. Поэтому задумайся об этом на мгновение. Жизнь очень коротка. А ты в каком списке? В списке тех вот самых лориатов? Бухатейших? Или в списке вот этих людей? А вас могут то же самое сказать? Вот я ваше имя назвал во втором списке. Есть в вашей жизни такие люди? Итак, позволь пожать твою руку. Ты не среди самых знаменитых, но среди тех, кого вспомнили, когда писали это. Несколько лет назад на Олимпиаде в Сиэтле 9 атлетов вышли на старт 100-метровой беговой дорожки. Они все были физически или ментальными инвалидами. Прозвучал выстрел, начался забег. Не все бежали, но все хотели принять участие в этом забеге и, конечно же, победить. Они пробежали треть дистанции, когда мальчик споткнулся, сделал несколько кувырков и упал. Он начал плакать. Остальные 8 участников услышали его плач. Они замедлили бег и оглянулись. Они все остановились и вернулись обратно. Все. А девочка с синтроном Дауна присела рядом с этим мальчиком, обвела его шею и спросила, теперь тебе лучше? А потом все вместе, все 9 атлетов, которые вышли на старт, вместе с этим мальчиком, который упал, плечом к плечу, пошли к финишной черте. И вся толпа встала с места и зааплодировала. И эти аплодисменты очень многое длились. Все, кто это видел, до сих пор об этом говорят. Как вы думаете, почему? Да потому что глубоко внутри себя мы все знаем, что самая важная вещь в жизни значит намного больше, чем просто побеждать за себя. Самая важная вещь в этой жизни это помогать другим побеждать. Даже если это означает, что нужно замедлить бег или изменить какую-то свою жизненную гонку. Изменить эту свою гонку. Ну и дальше пожелание. Реторический вопрос и пожелание. Если вы поделитесь этой вестью с кем-то другим, тогда мы вместе сможем изменить наши сердца. И изменить сердце кого-то еще. Потому что свеча ничего не теряет, если от ее пламени за глаз другая свеча. Ну вот такое небольшое, может быть, отступление, такое лирическое, действительно, чтобы с нами, нам задуматься, как мы относимся к этой жизни. Как в гонке, значит, соответственно, жизнь для нас, все люди в этой жизни, вещи. И мы, соответственно, вещи. Потому что для нас важны премии, поведение, достижения, наш покой. То есть если мы жизнь воспринимаем в череду неких вещей, мы сами вещи. Понимаете? Если мы жизнь воспринимаем как нечто большее, мы личность. Продолжение следует...